Краевая телекомпания Краевая телка Краевая телекомпания Краевая телекомпания Краевая телекомпания стол так кто мне скажет что у нас сейчас за сцена включаем фотоаппарат так первый кадр у нас должен быть пустой фон софия нажимай на кнопку так есть теперь стёпа ты будешь двигать персонажей шаг за шагом вот он немножко шаг сделал за ним пятачок шаг делает так отлично двигай дальше так вот они идут 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 прошли уже у нас фактически весь лес так теперь ребята смотрите мы должны показать как они долго по лесу идут не просто вот этот участок прошли мы прибегнем к хитрости поменяем местами все деревья и заново они пройдут у нас самого начала но уже деревья будут располагаться по-другому и потом вот здесь на картинке будет казаться что это уже продолжение дороги вот пятачок и винни-пух встретили кролика так они к нему подошли так вот подошли ой упал они общаются давайте кролик немножечко вот ровненько встанет да ребята а теперь просмотрим что у нас с вами получилось так вот они пошли пошли на идут здесь мы поменяли деревья ребята вот тут видите уже по-другому деревья вот он у нас кролик и подходят и подходят они значит кролику вот они подошли и общаются так на этом мы пока остановились продолжаем дальше так друзья громко разговаривали при этом услышала леса мошенница так леса мошенница у тебя можешь ее вот отсюда так из-за дерева она аккуратненько подходит и она узнала у них пин-код так а мышка будет вот здесь у нас же еще есть мышка сообщница так лисичка потихоньку идет так они оборачиваются шаг за шагом лисичка идет нажимайте поближе они все подошли мышка сзади вот так вот обходит она отсюда да и незаметно жмем сюда пока они там спорили она незаметно так подкралась к нашему пятачку наимному банковскую карту они уже банкомат и тут пятачок хочет достать карту так хорошо и вот тут в этот момент обнаруживается что карты нету жмите делать кадр ну и теперь когда все прояснилось что скорее всего вот подозрения на лесу упали да они у пойдут кому а это следующая сцена и наша следующая команда итак переносимся к мудрой сове итак ребята мы расставили декорации сначала у нас голубое небо и банк как он выглядит снаружи наши герои подходят к двери потихонечку убираем кролика делаем кадр теперь пятачок подходит поближе они как будто бы заходят следующий мишка так жмите софа следующее нажимает потом теперь убирай пятачка макси макс убирать макси вот так теперь мы ставим вот так медведя софья нажимай так и теперь убираем мишку все софт делай кадр теперь ребята мы должны поменять декорации внутренне внутреннее уборство банка сделать вот этот фон ребята мы должны поменять местами в банке у нас оранжевый обои блюда теперь мы должны расставить декорации нашего банка первые кадры готов теперь ребята наши персонажи должны появиться в банке так вот отсюда они появляются и подходят постепенно сейчас мы возьмем крупный план сабы с близкого расстояния и сходкой максим нажимай отлично вот они общаются с собой да что у него случилось ушка сломалась а ушка пацан спасибо что сказали ребята но мы всегда можем исправить давайте еще раз фотографируем а ту фотографию когда у него отвалилась ухо мы и удалим спокойно видите удалить все вот ребята что же там произошло вот они встретились наши персонажи стали рассказывать историю о чем они рассказали о пропаже карты о пропаже карт ребята мудрая сова проверила значит она сколько денежек на карте оказалось что с карты деньги все сняли блокирует она эту карту чтобы дальше не никаких манипуляций с ней не было да им сообщает ребята вам необходимо обратиться с заявлением куда полицию получается что мы сняли сегодня две сцены остальные наши ребята увидят уже в мультфильме небольшой сюрприз не будем показывать как мы это снимали все будет уже в анимационном мы закончили снимать мультфильме теперь мы передаем слово любим и прощаемся с вами друзья дорогие друзья а теперь мультфильм на тему мульт мошенники от наших юных аниматоров из детского сада номер 73 приятного просмотра как-то утром завтрак уже давно закончился обед еще не начинался и вини со своим другом питочком сочиняли новую песенку и вини сказал питочок а не пойти нам в гости вот здорово а кому конечно к ролику здравствуйте вини и пятачок а вы знаете какой сегодня день и друзья вспомнили что именно сегодня день рождения ослика и а и задумаешься подарки пятачок а а что мы подали ослику и а у меня в кармане есть монета 1 рубль всего 1 рубль на него подарка не купишь у меня есть пластиковая карта на которой хранятся все мои деньги какая красивая блестящая а как ты из карты деньги достаешь в банкомате в банке нужно взять свой пин-код чтобы снять деньги пойдемте вместе снимем деньги купим подарок ослику как друзья громко разговаривали что их услышала проходящая мимо и леса а какой тебе пин-код пятачок спорим ты его не сможешь вспомнить леса а зачем тебе чужой пин-код пластик пластиковая карта на так просто пятачок а ты что подлин помню свой пин-код конечно помню пять пять два три пока не разговаривали мышка сообщенница незаметно украла карту ну все пока ребята пятачок нельзя рассказывать какой у тебя пин-код может случиться беда воришки могут все твои деньги снять ладно сидим банкомат друзья подошли банкомату а карта нет что же делать пластиковая карта пропала пойдемте в банк там работает мудрая соба она нам подскажет друзья отправились в банк здравствуйте тетушка сова у меня пропала пластиковая карта подскажите что делать необходимо заблокировать карту я проверила денег на карте нет пятачок ты кому-нибудь говорил свой пин-код да он сказал сегодня лисе вот что происходит когда чужим показывать свою пластиковую карту и сообщаешь пин-код хорошо что вы вовремя пришли в банк а сейчас идите в полицию к волку и все ему расскажите так я все понял пишите заявление будем вести расследование я все записываю все детали дела что деньги и карту похитили лиса и мышка пятачок получил украденные деньги друзья купили подарок ослику и поздравили его и когда они отмечали праздник кролик рассказал им случай про смс-мошенничество ребята однажды моей маме пришло сообщение мамочка у меня проблема пришли мне на этот номер тысячу рублей мне не звони позже объясню и моя мама отправила туда тысячу рублей испугалась за меня но на самом деле у меня не было никаких проблем и когда я пришел домой она бросилась меня обнимать и спросила помогли ей эти деньги которые она отправила я сразу понял что она стала жертвой смс-мошенничество вот так ребята всегда нужно быть бдительным ребята вот и подошел к завершению очередной выпуск детской развлекательной программы лёпа в следующем месяце у нас будет новая тема и новые герои оставайтесь с нами друзья финграм 26.ру знание для жизни проект министерства финансов ставропольского края финансов родной aide